просто лично я не хочу чтобы повторилось и дай бог с кем-то здесь повторилось что-то такое хотя бы маленькая ветка кого-нибудь хотя бы упадет поцарапает я наверное возьму и начну этот вырубку прям в тот же ту же секунду и дожидаясь уже никого не хотят решать сами своими силами будем рубить по дороге я ехал мне уже объяснили что надо виду упало дерево и ему этот ну очень не хорошо ну ничего не сказали потом уже когда ему запустили сердце восстановили дыхание искусственно пока и не знаю дальше нету и пока не приехал в больницу и не начал ничего понимать был ветер дети играли здесь на площадке один из наших соседей выгнал их отсюда потому что вот эти деревья каждый год при ветре хоть одно ветка там еще что-то падает ветер закончился уже в районе начала пятого ветра уже не было то есть я 5 начали ходить свою жизнь и жить дети пришли на площадку игрались на площадке здесь была вся улица на этой площадке спрашиваю своего старшего сына соса ему 15 лет что произошло он мне объясняет мы сидим все на площадке начался хруст он начинает кричать бежим они выбегают с площадки убежали все дети с площадки давида на момент этот на площадке не был он как раз пришел к ним с другой стороны его даже не видел никто не видит когда упала это ветка один из соседей вышел задает вопрос детям кто-нибудь там есть они объясняют что нет опять же разговариваю с соседом он мне объяснять что что-то там торкнул он подошел стал приподнимать ветку тогда увидел майку и начал кричать мужики которые живут на нашей улице не смог этом это маленькая ветка которую не смогли поднять мужики на толпой и они начали отламывать ветку после этого не знаю уже не помню кто кто-то вызвал скорую сразу спасибо и этой скорой которая приехала очень быстро они аж сами не ожидали только нам ветку передвинули скорость стоит здесь отвезли его в больницу в больнице но уже я думаю по этим по инстаграму все все знают там в же реаниматологи огромное им спасибо они его вытащили по этому парку несколько раз возникли вопросы чтобы убрать некоторые вековые деревья которые здесь лежат сломаны у которых сторона может быть одна отсутствует остаются одни ветки и сухие деревья и после этого звонили и приезжали сюда из прокуратуры из мчс и приезжали но пока действий никаких нет ваше обращение но не обращались соседи и до этого случая и да мы уже несколько раз обращались никто ничего не делает сейчас решали вопрос приехали посмотрели даже вот некоторые деревья которые срезали они признали пригодными вот одно из деревьев маленькая которая была сломана тоже сломалась от падения большого него признали пригодным его срезали с разрешения остальные пока никто ничего не делает вот как здесь все было так и есть вот это дерево которое было сломано вот оно так и осталось здесь лежать его никто не хочет и ничего с ним делать наверное вы не смогли загрузить и оставили одеть и пускай бегают вот щепки все лежит здесь до это то дерево которое с которого упала ветка вон тоже дети играют вот пожалуйста наверное это дерево тоже признают годным скорее всего потому что она же еще стоит на там он мусор собирают раз может закладки к делу то есть деревья здесь шикарный год полусухое дерево вот прям над площадкой раз сейчас вы полностью ствол дерева снимите у него противовеса нету то сторона у него давно отвалилась она высохла вот это ведь как раз вот сейчас мы стоим и сейчас даже без ветра она может в любой момент хрустнуть и приземлиться прямо на нас вот на нас всех дети бегают на площадку новых родителей не выпускают но многие приходят все-таки на этой площадке находится надо вот что-то надо решать пока этого всего не повторилось кто смотрит за этим парком я не знаю может надо еще раз чтобы на кого-то упало дерево чтобы хоть что-то сделали здесь или что ну пускай скажут что делать я готов я же говорю сейчас мой ребенок чуть надо на ноги станет я возьму бензопилу и буду пилить пускай приедут и штрафы мне выставляют ну то есть мне уже все равно а сейчас не этом сознание не приходит нас перевели в палату потому что в реанимационной он уже не нуждается но в себя он не приходит пока он я даже не знаю как это состояние называется по врачебному просто лежит и без без бессознательном состоянии ребенок лежит дышит самостоятельно да у него стоит рахиостома через которую он пока дышит потому что ему один из рефлексов глотать тяжело пока она нуждается в реабилитации он лежит не двигается не шевелится сейчас решается вопрос о выезде в москву спасибо конечно нашей нашему главе и минздраву которые этот вопрос решают я думаю что он решится но обещали помочь всеми возможными средствами спасибо конечно врачам которые это все сделаем